Всем привет! В эфире Универньюз. С вами студия Олег Ашин. Пришло время узнать самые свежие студенческие новости. Что вы знаете о безопасности? Казанский университет посетили представители МЧС. Антикоррупционный план, как бороться с коррупцией. Прибор, которому нет аналогов, что изобрели ученые КФУ. Ежегодная конференция «Точка зрения» собрала студентов из разных городов России. Сюда они приехали поделиться своим опытом и получить новую информацию от студентов из других университетов. Расскажет подробнее Анна Глазунова. Активная молодежь со всей России объединилась, чтобы обсудить темы, необходимые для личностного развития, развития своего высшего учебного заведения и всей страны. В зале попечительского совета Казанского университета состоялось пленарное заседание 11-й студенческой конференции «Точка зрения». Ежегодно на конференции рассматриваются различные актуальные вопросы, которые касаются повышения качества образования и развития университета в целом. В рамках конференции этого года рассматривается главная тема – система организации, деятельности органов студенческого самоуправления и воспитательной работы вуза. Участники приехали из различных городов России. Конференция интересна тем, что мы будем рассказывать о самоуправлении студенческих направлений, то есть я сам в этой сфере, и эта сфера для меня ближе, и хотелось бы, как поделиться, также взять опыт других университетов. Я буду рассказывать о нашей организации, чем мы занимаемся, с чем мы сталкивались, как мы решили эти вопросы. Участников конференции ждет работа по секции, мастер-классы, дискуссионные и презентационные площадки. А 6 апреля состоится закрытие конференции. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. КФУ посетили представители МЧС для обсуждения вопросов безопасности объектов университета. Что представляет серьезную угрозу жизни в общественных помещениях, вы узнаете в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководителей основных структурных подразделений аппарата управления с представителями МЧС Республики Татарстан по вопросам безопасности на объектах КФУ. На мероприятии присутствовал проректор по административной работе Казанского федерального университета Андрей Хашов. На мероприятии выступил начальник управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани. Он рассказал о состоянии пожарной безопасности в общественных помещениях. Также обсуждалось отсутствие средств защиты, препятствия в работе спасателей и пожарных и другие вопросы безопасности. Артем Тупичкин, Ленар Тавлитяров, Универ Ньюз. Представители Министерства по делам молодежи и спорта Татарстана, а также вузовского сообщества города рассмотрели план антикоррупционной деятельности. С подробностями данного проекта познакомит Аделя Шамилова. В Казанском федеральном обсудили формирование единого для вузов Республики Татарстан плана антикоррупционной деятельности. В первую очередь туда войдут информационно-просветительские и агитационные мероприятия, квесты, брейн-ринги, квизы. Круглый стол прошел на базе Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. В его работе приняли участие заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, руководитель проектов Академии творческой молодежи Республики, руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать, не взять» и представитель вузовского сообщества Татарстана. Еще 5-6 лет назад, согласно социологическим исследованиям, у нас, так сказать, по мнению населения в сфере здравоохранения коррумпированность доходила до 50 с лишним процентов, то сейчас уже менее 40. Мы именно видим определенные результаты, именно профилактики коррупционных проявлений. Когда встает вопрос о совершенствовании реализации антикоррупционных мер, то начинается работа как со студентами, их родителями, преподавателями, так и студентами, работающих в органах самоуправления, отметили организаторы встречи. В этой части спикеры отмечают определенную положительную тенденцию. Планируются определенные результаты именно благодаря профилактике коррупционных проявлений. Ведь наверняка не только уголовными делами можно получить положительный эффект. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетиаров, Невер Ньюс. Ученые Казанского федерального университета продолжают покорять научный мир. Сотрудники Института физики КФУ разработали уникальный ЯМР-спектрометр. Аналогов этому прибору, по крайней мере, в России не существует. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. В КФУ разработали уникальный ЯМР-спектрометр, способный заменить сразу несколько различных ЯМР-установок. С его помощью физики исследуют новые контрастные агенты на основе наночастиц для высокополевого МРТ. Вот сколько лет существует лаборатория, она сейчас называется лаборатория им. Джулера. Вот столько лет сотрудники, тогда молодые люди, и я в свое время был молодой, мы все создавали какую-то нестандартную аппаратуру. Тот спектрометр, о котором сейчас идет речь, он был задуман еще где-то лет 12 тому назад. Импульсивный спектрометр ядерного магнитного резонанса создали молодые сотрудники Института физики КФУ Вячеслав Кузьмин и Александр Багайчук. Здесь продолжить такую новую тему. Можно было запустить новый спектрометр ЯМР и начать новые какие-то исследования. К этому времени у нас был магнит, который нужно было модернизировать и сделать электронную начинку к этому спектрометру. Метод ядерного магнитного резонанса позволяет получить обширную информацию о структуре и свойствах веществ. При помощи уникальной установки можно изучать свойства веществ в широком диапазоне температур и магнитных полей. В нашем случае мы собираемся использовать установку при низких температурах, то есть в том числе и при низких температурах, и при высоких температурах. Это позволит исследовать различные объекты. Сделанная физиками КФУ установка на разработку и создание, которое было потрачено менее 10 миллионов рублей, позволяет проводить эксперименты с изменением различных физических параметров. Для таких экспериментов понадобилось бы использовать несколько стандартных ЯМР-спектрометров, каждый из которых стоит миллионы долларов. Ну вот по нашим оценкам, ну она не меньше 2 миллионов долларов стоит, если бы Казанский университет заказывал ее для нас. А мы сделали ее сами. И в этом есть своя прелесть. Мы чувствуем, что мы, во-первых, ее гораздо лучше чувствуем, потому что это наше дитя. Аналогов этому прибору, по крайней мере, в России не существует. Спектрометры уже задействовали в решении задач по гранту Российского научного фонда. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. Где кончается человек и начинается машина? Что общего между математикой и медициной будущего? И как умный дом превзойдет человеческие возможности? Об этом и не только смотрите в следующем сюжете. В стенах Казанского федерального университета 7 апреля состоится экскурсия для жителей Казани. Второй год подряд КФУ приглашает гостей, желающих принять участие в проекте КФУ «История будущего. Эпоха диджитал». Гости смогут пройтись по научным лабораториям и увидеть математические расчеты, которые меняют современную медицину, а также машины, которые помогают создавать искусственный интеллект. Мы отправимся в Институт вычислительной математики и информационных технологий, где объясним посетителям, что такое квантовые компьютеры и какие разработки у нас ведутся в этой области. Далее отправимся в Высшую школу информационных технологий и информационных систем, где поближе познакомим посетителей с разработками в области робототехники. В лабораториях ВУЗа участников бесплатной экскурсии встретят ученые Казанского федерального университета. Они раскроют многие тайны современной науки и, конечно же, ответят на все интересующие вопросы гостей. Зарегистрироваться на бесплатную экскурсию может любой желающий. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте Казанского федерального университета. Влада Антонова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. 4 апреля в Казанском федеральном университете прошла лекция под эгидой нового проекта «Центр знаний КФУ». Темой лекции стала «Цифровая экономика». Подробнее далее. В конце января этого года в Казанском федеральном университете появился свой собственный каворкинг, в котором студенты Высшей школы информационных технологий и информационных систем могут проводить свое свободное время. Но иногда каворкинг становится настоящим лекторием. 4 апреля там прошла лекция «Цифровая экономика. Новая реальность». В рамках лекции студентам подробно объяснили само понятие цифровой экономики, а также напомнили, что такое блокчейн, биткоин и большие данные. Мы будем говорить о том, что такое цифровая экономика. Многие наверняка слышали этот термин, но пока не все, может быть, знают, что под ним подразумевается. В частности, мы будем говорить про технологии. Искусственный интеллект, анализ больших данных, виртуальная реальность, дополненная реальность, блокчейн и криптовалюта, в том числе сейчас очень популярны, 3D-печать и многие-многие другие технологии. Что это такое, простыми словами, зачем они нам нужны, какую пользу могут принести, как мы их можем применять в повседневной жизни и в работе. Лекции такого формата очень важны по причине актуальности темы информационных технологий. И напомнить студентам про это никогда не будет лишним. Олег Кашин, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Обязательно следите за нами в социальных сетях и не пропускайте наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова